МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости на 24 КИЗ, в студии работы Динара Жбатырова. Почти 8 триллионов цинге составил доход сам Рок Казана за первые полугодия. Показательно 7% больше запланированного. Об этом сегодня президенту доложил председатель правления фонда Нурлан Жакупов. Он также рассказал, что инвестхолдинг выступает в качестве катализатора прямых иностранных инвестиций и соинвестирует в проекты нефти, газохимии, энергетики, транспорта и логистики, машиностроения, а также цифровизации совместно с зарубежными партнерами. Кроме того, Жакупов рассказал о благотворительных проектах в рамках корпоративно-социальной ответственности. До конца года в стране планируется открытие 40 реабилитационных центров. На сегодняшний день инвестиционный портфель фонда включает в себя более 130 проектов на общую сумму 53,5 трлн тенген. Реализация данных проектов окажет положительный мультипликативный эффект на экономику страны. Данные проекты реализуются в сферах нефтегаза, газохимии, логистики, телекоммуникаций и энергетики. Долгожданное новоселье празднуют жители Кустаная, пострадавшие во время паводка. Переехать в частный дом заходили 14 семей. Остальные выбрали квартиры и жилье на вторичном рынке. Всего в областном центре большая вода повредила свыше 200 частных домов. Половина из них, по заключению технической экспертизы, оказалась непригодными для проживания. Саманный дом Кунызбаевых в числе аварийных строению больше 80 лет. И потому, рассказывает хозяйка жилья Ольга Кунызбаева, наводнение не оставило шансов на восстановление. Здесь вообще вот аж пальцы пролазят туда. Видно, вон там все полностью рассыпается. У нас воды вот так было. Вот она даже вот уровень видно. Вот желтый. На соседней улице дом Людмилы Гавришко. Он тоже не выдержал паводка. Переезжать в городскую квартиру пенсионерка не захотела. Выбрала строительство частного жилья. Страх был такой. И паника была, конечно, сильная. Что и как. Но когда нам сказали, что будут строить в Кунае дома, немножко легче, правда, стало. Что все-таки нас не бросили правительство и государство. Кто хотел вторичное жилье купил, кто хотел благоустройку пошел, кто захотел, те вот дождались новых домов. Таких семей 14 взамен аварийных. Для них построили типовые дома в микрорайоне Кунай. Ключи владельцам вручили две недели назад. Людмила Гавришко в числе новоселов. Сейчас обустраивает быт. Я ничего не потеряла абсолютно. Здесь шикарный дом. И столько соток у меня было, столько я здесь получила. По площади здесь больше. У меня было 56, а здесь 80. У меня саманный дом был. А здесь НС-блок, еще внутри утеплитель и облицовочный кирпич. У многодетной семьи Кунасбаевых жилплощадь после паводка тоже увеличилась. Сразу вдвое. Еще из плюсов Ольга называет изолированные комнаты и просторную кухню. Стол вот такой вот мы с мужем взяли. Он у нас очень большой, так как у нас семья большая. Семь человек. Купили новый гарнитур. Сегодня поедем за новой мойкой. Сейчас новая мебель, потихоньку все это соберется, упакуется, как по полочкам разложится. И можно принимать гостей. После наводнения в Кустанае по заключению технической экспертизы аварийными признаны 110 домов. Все они расположены в прибрежной зоне вдоль реки Табол. Дальнейшие проживания в данных строениях категорического школы в настоящее время проводятся работы по постутилизации. То есть после всех процедур по документации эти дома будут утилизированы. То есть подлежат сносу. Расчищать территорию от аварийных домов начнут в середине августа. На освободившемся месте, по данным городского Акимата, сделают парковую зону. Наталья Строкова, Ирмяк, Бухмедьяров, Кустанай, 24КЗ. В 42 школах Акмолинской области идет капитальный ремонт. На четырех объектах работы завершены. Оставшиеся должны отремонтировать срок до 1 сентября. Но есть вероятность, что по нескольким объектам строители не успеют вовремя. Подробности в следующем материале. Капитальный ремонт в 21-й школе Кукшетауне проводили уже четверть века. В этом году из областного бюджета на ее обновление выделили 58 миллионов тенге. На объекте работало порядка 20 человек. Заменили все 196 оконных блоков, все 20 дверных металлических блоков. Также отремонтировали кровлю, сделали наливные полы, заменили линолеум. Классы оснастили необходимым оборудованием. Ученики наверняка оценят новый облик школы, считает ее директор Шулпан Байсетенова. Приобретены очень много кабинетов, новых кабинетов. Это STEM кабинетов, биологии кабинетов. Четыре татш-панели выделены на нашу школу. И очень много кабинетов переведены на новый формат обучения. В этом году в регионе должны отремонтировать 42 школы. На эти цели из республиканской казны затратят около 8 миллиардов тенге. Работы на объектах начали в июне, но не везде они идут в нужном темпе. В областном управлении образования опасается, что не все школы успеют сдать в срок. По ремонту в некоторых школах есть отставание от графика. Работы находятся на контроле Акима области. Также контролируем и мы, и Акиматы районов и городов. К новому учебному году все работы должны быть завершены. В 485 школах области ведут текущий ремонт. Помимо строительных работ, особое внимание уделяют вопросам безопасности. В этом году в общеобразовательных учреждениях региона установили 4000 камер на сумму 781 миллион тенге. Виктор Поляный, 24КЗ, Акмолинская область. Пятерых заведующих детскими садами осудили в столице. Их признали виновными в хищении денег, выделенных на питание малышей. Общий ущерб оценили в 35 миллионов тенге. Как рассказали в прокуратуре города, руководители детскольных организаций вступили в сговор с ранее судимым поставщиком продуктов. Его приговорили к 4 годам лишения свободы. Экс-заведующие получили ограничение свободы сроком от 2 до 3 лет. Все похищенные средства возвращены в бюджет. Больше 60 тонн филе судака незаконно экспортировали из Казахстана в страны Евросоюза. Общая стоимость рыбной продукции превысила 200 миллионов тенге. Расследование по факту крупной контрабанды завершили в агентстве по финмониторингу. Как выяснили следователи, предприниматель на протяжении года покупал незаконно выловленную рыбу и отправлял ее в страны ЕС. Подложные документы о происхождении рыбы предоставляло крестьянское хозяйство, у которого не было возможности искусственно разводить судака. Подозреваемого оштрафовали почти на 3,5 миллиона тенге. В доход государства взыскали и таможенную стоимость реализованной рыбной продукции. Казахстанцев предупредили о риске распространения вируса западного Нила. Основные переносчики лихорадки – комары рода Кулекс, которые широко распространены на территории нашей страны. Потому в Национальном научном центре общественного здравоохранения говорят о потенциальной угрозе. Тем временем в столице стартовал четвертый этап борьбы с кровососущими. Эльвира Ликерова с подробностями. Уже несколько случаев заражения лихорадкой западного Нила выявили в регионах России. Три случая в Рязанской области, шесть в Татарстане. Во всех случаях пациенты поступили с симптомами общей интоксикации. Если вовремя не начать лечение, может пострадать центральная нервная система. В Казахстане пока ни одного случая, но нужно быть на чеку, предупреждают медики. В Казахстане на сегодня нет официальной регистрации лихорадки западного Нила. Тем не менее, мы еще раз говорим о повышении настороженности к ранней диагностике выявлению этого заболевания. Основные переносчики — это комары рода Куликс, они распространены повсеместно. И поэтому необходимо постоянное проведение так называемого энтомологического мониторинга. Это наблюдение за численностью, фенологией, видовым составом этих комаров для того, чтобы рационально и дифференцированно планировать истребительные дезинфекционные мероприятия. Любые водоемы — благоприятная среда для размножения комаров. Поэтому в столице обработку начали с них, а дальше захватили скверы и парки. Дезинфекторы работают в специальной экипировке и в основном по ночам. Но нас заверили — используют безопасные для человека препараты. Дозировка препарата, которую мы применяем, то есть для именно комаров, она недостаточна для того, чтобы нанести вред человеку. Второй момент — то, что химический препарат, который мы применяем, инсектицид, он является третьего класса опасности. Также это концентрированный вариант. При разведении с водой он уже становится четвертым классом опасности. А касательно биологического препарата, он является абсолютно безвредным для человека, животных, потому что он является избирательным, то есть только исключительно на комаров, на личинки комаров. В Астане, рассказали специалисты, есть несколько видов комаров. Специальная научная группа мониторит водоемы, отбирает пробы и следит, не являются ли эти комары переносчиками инфекции. Опасных пока не встречали, но советуют не пренебрегать элементарными вещами — москитными сетками и плотной одеждой, которая может защитить от укусов насекомых. Эльвира Ликерова, Сирк Кунгарбаев, 24КЗ. К новостям в мире. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер созывает чрезвычайный правительственный комитет из-за роста насилия в ходе массовых протестов против мигрантов. Об этом сообщает Sky News. Ранее демонстранты атаковали два отеля, где проживают беженцы. Группа людей разбила окна в здании и пыталась устроить пожар с помощью трех бутылок с зажигательной смесью. Протестующие также вступили в стычку с полицией. По данным СМИ, пострадали 11 правоохранителей. Напомню, беспорядки в городах Великобритании вспыхнули после нападения на участников детского танцевального клуба в Саутпорте. Трое детей погибли. Несколько пострадавших доставили в больницу в критическом состоянии. Подозреваемый в совершении преступления задержан. Это 17-летний подросток. Среди протестующих распространилась информация о том, что он беженец. Поздние местные СМИ сообщили, что нападавший уроженец Уэльса из раундийской семьи. Тропический шторм Дебби в Атлантическом океане усилился до урагана первой категории. Он обрушился на юго-восточное побережье США. Максимальная скорость в эпицентре стихии достигает 35 метров в секунду. По данным национальной метеорологической службы сильные дожди могут вызвать катастрофические наводнения в штатах Флорида, Южно-Каролина и Джорджия. В этих регионах объявлено штормовое предупреждение. Жители эвакуируют в безопасные места. Во Флориде уже 100 тысяч абонентов остались без электричества, сообщает Синен. Лесные пожары охватили Албанию. Огонь не удается взять под контроль уже больше двух недель из-за засухи и жары. А мощные оползни в Китай унесли жизнь 8 человек. Поиски выживших продолжаются. Подробнее в следующем материале. Лесные пожары охватили Албанию. Огонь бушует на фоне сильной жары. Он подобрался к окрестностям столицы Тираной. По данным властей, очаги возгорания пытаются потушить по меньшей мере в 8 населенных пунктах страны. В операции задействовано около 300 спасателей и военнослужащих. Точная площадь возгорания неизвестна. За последнюю неделю по подозрению в поджогах арестованы 5 человек. Жителей просят быть бдительными и не посещать лесные массивы. 8 человек погибли в результате схода оползня на юго-западе Китая провинции Сычуань. Еще 19 жителей пропали без вести. В результате схода пласта почвы обрушился мост. А также разрушены десятки домов. В результате обрушения моста, соединяющего туннели, в воду упали 4 автомобиля. На месте продолжаются спасательные работы. В них приняли участие около 300 пожарных и рабочих. Больше 100 жителей пострадавшего региона эвакуированы в безопасные места. Аномальная засуха накрыла Румынию этим летом. Дождей в стране не было уже несколько месяцев. Из-за аномально высоких температур там почти полностью высохло озеро Талабаска. Сильно засуха ударила и по сельскому хозяйству. Ожидается, что Румыния в этом году столкнется со значительными потерями урожая, кукурузы и подсолнечника. Министр сельского хозяйства уже предложил компенсацию местным фермерам. Осель Абдукалыкова, 24КИЗ. Обвал токийской фондовой биржи вызвал хаос на японском рынке. Падение ключевого индекса Никей вызвал стремительное крушение финансового сектора. Страны снизились, в частности, котировки крупнейших банков и промышленных гигантов. Все подробности в сюжете. Падение превысило 12%. Поводом к падению индекса послужили опасения среди инвесторов, вызванные ожиданиями возможной рецессии в США и повышением процентных ставок в Японии. Сейчас цены на акции скорректировались, так что пока японские компании показывают хорошие результаты. Ключевой индекс Никей отражает колебания курсов акций 225 ведущих компаний Японии. И сразу после падения биржи в стране произошел и обвал финансового рынка. В частности, значительно упали котировки трех мегабанков Японии, а также акции крупнейших автопроизводителей. На ситуацию отреагировали в кабинете министров. Там заявили, что Кабмин не комментирует обвал на рынке, но внимательно следит за происходящим. Правительство будет внимательно и безотлагательно следить за рыночными движениями и прилагать максимальные усилия в сфере экономики и фискального управления. Падение финрынка вызвало панику среди держателей акций, а еще обрушение биткоина и других криптовалют. Кроме того, впервые с 9 января этого года цена нефти марки Brent опустилась ниже 76 долларов за баррель. Азиат Уякова, 24КЗ. И сегодня же торги приостановила Стамбульская биржа. Это произошло после падения биржевого индекса БИСТ-100 на 6,72%. Как отметил телеканал TV100, падение было вызвано колебаниями на внешних рынках. Оказали влияние и внутренние факторы, говорят аналитики. В частности, Институт статистики Турции распространил сегодня данные по инфляции в стране за июль. Она снизилась почти на 10%. В Великобритании проходит международная выставка овцеводства. В ней также принимают участие казахстанские фермеры. На мероприятии они не только могут познакомиться с передовыми технологиями в этой сфере, но и узнать новые подходы выращивания и содержания мелкого рогатого скота. Подробности в материале Аселия Абдекалыкова. Омер Сирик Абиев, предприниматель из Североказахстанской области овцеводством, мужчина занимается уже больше 10 лет. В его хозяйстве больше 7 тысяч голов скота. Участие в британской выставке для него отличная возможность не только набраться опыта от зарубежных коллег, но и поделиться своими наработками. Если мы будем развивать у нас инновационные технологии, которые успешно применяются в Британии, то мы сможем в несколько раз увеличить поголовье овец. Потому что у Казахстана в этом плане большой потенциал за счет огромной территории плодородных земель. На сегодня в нашей стране насчитывается около 24 миллионов голов овец. Их количество можно увеличить в 10 раз. Для увеличения поголовья скота Казахстану не нужно проводить сложные генетические эксперименты. Самое главное, как считают отечественные ученые, необходимо повысить качество мясной продукции и обеспечить продбезопасность. Но и зарубежный опыт важен. Те же британские фермеры занимаются овцеводством со времен Древнего Рима. В стране насчитывается свыше 30 миллионов голов малого рогатого скота. Индустрия ежегодно приносит в экономику около 300 миллионов фунтов стерлингов. В отрасли занято порядка 150 тысяч человек. Я знаю, что у вас большой интерес ко всему, что касается разведения и изучения генетики пород овец. Поэтому, кроме продажи племенного скота, мы намерены оказать максимальную информационную поддержку казахстанским предпринимателям. Очень важно, что сегодня на эту специализированную овцеводческую выставку смогли приехать непосредственно казахстанские фермеры. Мы в эти дни проведем целый ряд переговоров с британскими бизнесменами. И мы надеемся на то, что эта поездка ознакомительная, она приведет к каким-то дальнейшим результатам в виде конкретных партнерств, проектов. Еще одна важная встреча овцеводов двух стран запланирована на сентябрь. Ожидается, что она еще больше укрепит сотрудничество в этой сфере. Осель Абдукалыкова, Голымжанка, Романулы, Великобритания, 24 Кизет. С животноводой Таралской области запасаются кормом для скота. Хозяйствам области в среднем необходимо больше 550 тысяч тонн сена. На сегодняшний день фермеры успели заготовить 100 тысяч корма. Из других регионов завезут 44 тысяч тонн силоса. Хозяйствам Жилуойского района необходимо 56 тысяч тонн сена. Половину из них должны заготовить местные фермеры. Сельчане уверены, дефицита сена этой зимой не будет. Урожайность травостоя в этом году хорошая. Животновод Дауренбек Балжигитов считает это большой удачей. Воды было много, поэтому проблем с заготовкой сена не должно быть. Последние несколько лет мы испытывали дефицит с кормом. Приходилось закупать в соседних районах. Из-за транспортных расходов силос обходился дорого. А в этот сезон уже заготовили 2000 рулонов. У нас пустынная территория, поэтому площади пастбищ небольшие. К тому же в годы маловодия урожайность травостоя низкая, поэтому обычно заготавливали только 20% от необходимого объема. Остальное приходилось покупать. В этом году после паводков трава очень густая. Планируем заготовить 45% силоса. В Павлодаре отобрали первых участников всемирных игр кочевников. В соревновании приняли участие около 90 спортсменов со всех уголков страны. Первый отборочный тур проходил в четырех дисциплинах. Это Кунан Байге, Топ Байге, Жорга Жарас и Аламан Байге. Общий призовой фонд превысил 24 миллиона тенге. Напомню, пятые всемирные игры кочевников пройдут с 8 по 13 сентября в столице. Ожидается, что соревнование объединит около 2000 участников. Эти соревнования, с одной стороны, являются этапом чемпионата Казахстана, с другой – отборочным турниром для участия в пятых всемирных играх кочевников, которые пройдут этой осенью в Астане. Сегодня собрались лучшие лошади со всей страны. В каждой дисциплине участвует около 25 скакунов. Сегодня утром самолет с чемпионом Ельдосом, Сметовым и Бронзовым призером Гусманом Крыксбаевым приземлился в аэропорту Алматы. Олимпийская сборная Казахстана подзюдо вернулась домой. Олимпийца встречала и наш корреспондент Гафу Али. Сегодня в аэропорту Алматы родственники, близкие и болельщики встретили сборную подзюдо во главе с Ельдосом Сметовым. Особую значимость и торжественность происходящему придавал военный оркестр. Народных героев в лучших традициях встречали шашу, щедро осыпав спортсменов конфетами. Путь Ельдоса Сметова к Олимпу был долг и тернист. Его мама вспоминает, что всегда верила в своего сына и поддерживала во всех его начинаниях. Своими впечатлениями поделился и Гумар Каргазбаев, брат-близнец Гусмана Каргазбаева. Он отметил, что сильно переживал за своего брата, когда смотрел прямой эфир. Казахстанские дзюдоисты завершили свой выступление. Встреча на Олимпийских играх 2024 в Париже. А сегодня в борьбу вступают еще одни представители единоборств. Алибхан Сыздыков и Айдос Султан Гали по греко-римской борьбе. Желаю удачи нашим спортсменам. Это были все новости к этому часу. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова